МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, сегодня в краевой столице прошли суды сразу над двумя молодыми барнаульцами, обвиняемыми в экстремизме. 23-летней Марии Матузной и 19-летним Даниилом Маркиным. Второе по счету заседание по делу Матузной прошло в суде индустриального района Барнаула. Судья заслушал свидетеля, после чего адвокат обвиняемой заявил ходатайство о прекращении уголовного дела. В таком случае материалы дела передали бы обратно в прокуратуру, где предстояло решить, в какое производство его перевести, уголовное или административное. Но такого поворота не произошло. Судья отказал в прекращении уголовного дела. Кроме того, из-за неявки порядка семи ключевых свидетелей заседание перенесли на 28 августа. Заседание по делу Даниила Маркина рассматривал суд железнодорожного района города. Было заявлено два ходатайства. Первое о проведении повторной психологической экспертизы. Второе запрос в офис ВКонтакте в Санкт-Петербурге для того, чтобы проверить, действительно ли на странице Маркина были картинки экстремистского содержания. Оба ходатайства суд удовлетворил. Следующее заседание состоится 15 октября. Напомним, Даниила Маркина судит за сохраненные картинки с Джоном Сноу на религиозные темы, а Марию Матузную обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих после того, как она сохранила на своей странице мемы с изображением чернокожих детей и священнослужителей. Ну а накануне в Барнауле больше ста человек пришло на митинг в поддержку обвиняемых в экстремизме жителей Алтайского края. Подробнее об этом расскажет Илья Кочетков. Участники митинга, собравшиеся на Площади Свободы, а их пришло по оценкам полиции более ста, говорили, не всякое общественное волеизъявление способно собрать столько людей вместе, особенно людей молодых. Но, признаются участники, угроза оказаться на скамье подсудимых за размещение в интернете картинки не на шутку напугала многих. Хотя отказываться юморить соглашаются не все. Прям чернуху-чернуху я удалила. Осталось подобного вот вида только и все. И думаю, мало ли кого это может оскорбить. А стоит оно вообще того сохранять? Да. Определенно стоит, потому что это смешно. Кто-то смотрит потом твою коллекцию, говорит, очень классные мемасики, молодец. И как бы это юмор. И ничего плохого в этом не вижу. Цель митинга, по словам организаторов, морально поддержать жителей Алтайского края, обвиняемых в экстремизме. Напомним, сейчас на разных этапах следствия или судопроизводства находятся дела четырех жителей Алтайского края. Марии Матузной, Данила Маркина, Антона Ангела и Андрея Шошерина. Их обвиняют в распространении через интернет-картинок, разжигающих межнациональную рознь и оскорбляющих чувства верующих. Сами обвиняемые также пришли на митинг. Я очень рад вас сегодня здесь видеть. Приятно то, что так много людей неравнодушны к проблеме, которая у нас сейчас не происходит. Сейчас мы с вами, наверное, боремся за свободу слова. Мария Матузная, чью историю широкая аудитория узнала больше недели назад, признается, удивлена и таким количеством пришедших людей, и в целом такой мощной поддержкой. Нарастает этот снежный ком, реакции общественного резонанса. То есть уже из тех даже уголков, откуда не ждали, это там рэп-исполнители даже подключились, подобные молодежные паблики, крупные новостные паблики, группы. Я, если честно, думала, что после первого заседания все как-то поутихнет. Ну, то есть все взорвалось и как бы забудется, но все только нарастает, и для меня это большой шок. Поддержку обвиняемых в оскорблении чувств верующих выступил и барнаульский священник. Александр Микушин считает, обвиняемые заслуживают максимум легкого порицания, но не уголовного преследования. Он признается, видел в сети картинки и более радикального содержания, и заверил нас, что его мнения разделяют многие его коллеги-священники. Мои религиозные чувства никак не оскорблены этими картинками. Я их видел, я считаю, они нормальны. Сажать за решетку на пять, даже на один год людей за картинки. За просто там комиксы. Отметим, что по данным портала правовой статистики Генпрокуратуры России, только на июнь 2018 года в Алтайском крае было выявлено 9 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности. В прошлом году в регионе было зарегистрировано 45 таких преступлений. Это один из самых высоких показателей в Западной Сибири. Представители Алтайской прокуратуры заверили журналистов, подобных дел, вопреки слухам, не становится в последнее время больше. А вот общественный резонанс, это признают и сами правоохранители, становится все сильнее. Илья Кочетков, Алексей Фризин. Наши новости. А петицию в поддержку Марии Бутиной запустили активисты движения «Право на оружие». На сайте Change.org уже собрано около 700 подписей. Документ адресован в первую очередь американской стороне, поэтому он составлен на двух языках – русском и английском. Общественники призывают власти Соединенных Штатов снять все обвинения против жительницы Бернаула Марии Бутиной, являющейся основателем всероссийского движения «Право на оружие». Напомним, сегодня ровно месяц, как 29-летняя россиянка, находится в вашингтонской тюрьме. Ее обвиняют в работе иностранным агентом в взаимодействии с политическими организациями Соединенных Штатов с целью продвижения интересов России. Добавим, Бутина училась в американском университете, а в Вашингтоне находилась по студенческой визе. Следующие слушания по делу намечены на 10 сентября. В этот же день активисты движения «Право на оружие» намерены пикетировать здание американского посольства в Москве. Продолжаем выпуск. Глава города Сергей Дугин предлагает барнаульцам выбрать 15 детских садов, в которых необходим срочный ремонт. По словам мэра, новых лидеров народного опроса выберут в следующем году. Такое заявление глава Барнаула сделал во время оценки качества работ в 78-й школе, которую впервые отремонтировали капитально со дня постройки. А до красоты физрук Александр Погреботько сам менял прогнившие доски. За 70 лет капремонта в школе ни разу не было. Окна сквозили, освещение было слабым. К этой осени все обновили. В школе выделили 7 миллионов рублей. В первую очередь заменили проводку, стены заштукатурили и покрасили. Родители ремонт поддержали и в некоторых классах оплатили замену линолеума и мебели. Те шкафчики поменяли, панели у нас новые в классе, очень красивые. Это за счет родителей сделали. Я первый раз сюда пришла, когда еще тут, ну, с полмесяца назад, наверное, все еще так было, тоже действительно разруха. А сегодня, когда вошла, просто дар вече пропал. Чтобы подготовить все 254 школы Барнаула к новому учебному году, из бюджетов города и края было выделено 90 миллионов рублей. Серьезный ремонт провели в половине учреждений. В нескольких обновили асфальт, оборудовали спортплощадки. Особое внимание в школах уделяют системе видеонаблюдения и пожарооповещения. Происходит срабатывание дымово-пожарного извещателя. Передается сигнал по радиокоммуникационному каналу на пульт центральной диспетчерской службы ЦППС 0,1. А сколько времени пройдет от того, как система зафиксировала дым и передала сигнал? Ну, ни секунды. Родительская общественность порекомендовала главе города Сергею Дугину обратить внимание и на детские сады в Барнауле в 151. Мэр идею одобрил. А выбрать учреждение, которым нужен ремонт, предложил самим барнаульцам. Объявить конкурс в виде голосования, может быть, его приурочить к какой-то дате, может быть, к 9 сентября. Потому что люди все равно все пойдут на пункты голосования. Думаю, обязательно в каждом районе по три учебных учреждения должно попасть в эту программу. На ремонт 15 детских садов планируют выделить около 5 миллионов рублей. Работа на первых объектах начнутся не раньше зимних каникул. Но в целом, заверил глава города, всех лидеров народного голосования отремонтируют уже в следующем году. Анастасия Дороган, Павел Лауренин. Наши новости. Барнаульские дендрарии могут открыть для посещения уже осенью. Об этом сообщили представители МЧС региона. Спасатели работают на территории две недели, ликвидируя последствия урагана, который пронесся над Барнаулом в конце июня. Татьяна Голубева с подробностями. Это видео мы снимали через пару дней после урагана. Большая часть редких деревьев дендрария вырвана с корнем. Они перегородили все прогулочные тропинки. Опасность представляли нависшие ветви, которые могли рухнуть в любое время. Тогда директор института садоводства имени Лисовенко констатировал факт. 50% зеленых насаждений дендрария погибли. Принимать посетителей место отдыха сможет не ранее, чем через год. Тогда же попросило помощи. Им были нужны, прежде всего, грамотные специалисты, которые умеют профессионально обращаться с инструментом и с допуском к высотным работам. Волонтеров, желающих помочь, пускать сюда было попросту нельзя. В то же время и тяжелая техника поначалу не могла проехать из-за большого количества поваренных деревьев. К работе спасатели приступили 30 июля, тем самым сняв головную боль руководства дендрария. К слову, на призы по помощи откликнулись многие, но нужны были профессионалы. Территория называется Алтайский. Здесь деревья, которые к флоре Алтая относятся. Видите, такие массивные пихты, массивные ели. И вот ребята справляются, отлично убирают, расчищают эти завалы. Как сообщили нам сегодня в МЧС России по Алтайскому краю, работы на территории дендрария еще очень много. И пока позволит погода. Разбирать завалы спасатели продолжат. Однако, как только угроза жизни и здоровья людей будет ликвидирована, место отдыха сможет распахнуть свои двери для барнаульцев. Возможно, это случится уже в начале сентября. Информацию подтвердило и руководство дендрария. Татьяна Голубева, Наши новости. В репертуаре Краевого театра кукол «Сказка» новый спектакль. Несмотря на то, что официальный сезон артисты еще не открыли, первые зрители уже завтра увидят лягушку-путешественницу. Вот прутик. С его помощью я и полечу. Сказочную историю из школьной программы поставил приглашенный режиссер из Санкт-Петербурга Павел Овсянников. С нашими артистами он уже работал в прошлом сезоне. Тогда выпустил в свет черную курицу. К репетициям лягушки путешественницы приступили в начале августа. В этом спектакле главные роли и у людей, и у кукол. Завтра веселую историю, которая по задумке постановщика обличает человеческие пороки, покажут первым зрителям. В зале будут дети-сироты, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей. Официальная же премьера сказки состоится 1 сентября, в день открытия юбилейного 55 сезона. А барнаульский музыкант Тимофей Венковский вместе с оркестром исполнил уникальный концерт. В Массандровском дворце в Крыму звучали произведения Баха. Как сообщает сообщество «Барнаул-22», Венковский играл на так называемой «Хрустальной арфе» в специальном наборе бокалов. Такое выступление состоялось впервые в мире и в истории жанра. Александр Ерохин, наш земляк, отличился в матче третьего тура российской премьер-лиги. В игре футбольного «Зенита» против «Казанского Рубина» он сумел открыть счет встречи. Как она завершилась и о других событиях из мира спорта, знает Станислав Сергеев, сам действующий спортсмен. И я передаю ему слово. Спасибо! И снова мы вспомнили о нашем земляке. Это и об Александре Ерохине. Не так давно болели за него во время матча чемпионата мира по футболу. Правда, голов не дождались. Тем приятнее новость полей российской премьер-лиги. Ерохин забил. Причем мяч этот стал единственным в матче и принес победу питерскому «Зениту». Героем встречи футболист себя не чувствует. Думаю, все заслужили эту победу. А игра была тяжелой. Остались в десятером. Так сам Александр прокомментировал матч одному из информагентств. Пожелаем Ерохину удачи в завтрашней встрече «Зенита» против «Минского Динамо» в рамках Лиги Европы. Игра будет очень непростой. Потребуется много сил, чтобы одолеть соперника. Тем временем страсти на футбольных полях кипят и в Барнауле. Если кто не знает, у нас проходит детский турнир памяти Геннадия Смертина. Готов поделиться с вами итогами второго дня состязаний. Ох, выкладываются мальчишки на поле. Каждый хочет в будущем стать звездой. Так вот, ребята из Ташкента разбили гостей из Южной Кореи 7-1. Скорее, хоккейный счет. Московский «Локомотив» с тем же результатом разгромил японскую команду. Но для нас-то главным матчем дня была встреча московского «Динамо» и барнаульского «Алтая». К сожалению, счет не в нашу пользу. 0-5. Сегодня барнаульские мальчишки играют еще с одним фаворитом соревнований – «Локомотивом» из Москвы. Болеем за наших и желаем им только победы. А теперь о хоккее. Правда, не на льду которой, а на траве. Барнаульский коммунальщик начал играть в матче общего турнира женской суперлиги. Они проходят в Санкт-Петербурге. Особенность в том, что каждая команда сыграет с каждой. Первая встреча уже состоялась. К нашему огромному сожалению, барнаульские девчонки не смогли одолеть действующего чемпиона страны – столичный клуб «Динамо Отцов Москомспорт». Итоговая цифра на табло – 3-11. Кстати, тому есть объективные причины. По словам тренера-коммунальщика Владимира Кобзева, хоккеисты не играли два с половиной месяца. Вышли, как на тренировочную встречу. У молодых игроков мандраж, аж губы трясутся. Чтобы результаты давать, надо играть, добавляет Кобзев. Может быть и разыграются матчи впереди предостаточно. У меня на этом все. Эти две небольшие минуты вы провели вместе со мной, Станиславом Сергеевым. Желаю вам эффективного времени и цените каждое мгновение. Эстафетную палочку передаю вновь в студию. Спасибо, Станислав. И в завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Фиталакс – послабляющее средство на основе фруктов. Жевательные таблетки «Фиталакс» не требуют запивания. «Фиталакс» от «Эвалар» – выбор миллионов покупателей. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. 16 августа в крае ясно, без осадков и по-настоящему жарко. Температура в Заринске – 26 градусов. В Белокурихе – камни на обиды – 28, в Рубцовске – воздух прогреется до 31. В Барнауле – переменная облачность, ветер западный умеренный. Ночью – 12-14 градусов, днем – до 27 со знаком «плюс». Напоминаю, телефон нашей редакции в Барнауле – 722-440. Все новости к этому часу. До встречи.